Минтром только попросил промышленность отказаться от иностранных мессенджеров. Так других нет, голубчики. Или они свои будут мессенджеры создавать. Подушев заявил о поддержании правопорядка в местах проживания мигрантов. Сейчас будет им правопорядка. Я думаю, что сейчас ситуация будет выходить очень серьезно из-под контроля именно в местах проживания мигрантов. Сейчас начнется такое. И в правительстве обсуждают ликвидацию Роснано. Чубайса нет и без нее как без рук. В Роснано воровать некому. Но понятно, что без Чубайса в Роснано никто деньги не дает. И поэтому надо ликвидировать. То есть видите, эта структура была непосредственно под Чубайса. Создано, чтобы он мог денег украсть нормальных. Россия вошла в десятку стран с наибольшим числом сверхбогатых людей. Ну понятно, то есть народ самый бедный, а эти самые богатые. Кто ограбил народ. И тут что-то говорить. Вот смотрите, первый десяток. Швейцария, Япония, Канада, Австралия и Россия следом. Япония, Швейцария, Канада, Австралия. В Швейцарии одних этих моющих средств и всякой остальной бытовой химии выпускают столько, сколько у России. Какой бюджет России такой, сколько там выпускают? Можете себе представить? На 200 миллиардов каждый год. Это же охереть. Прибыль, вернее, от этого составляет. У Японии, посмотрите, ВВП 6 триллионов. 6 триллионов ВВП у Японии. С кем сравниваться? У Японии ВВП 6 триллионов. И у России уже меньше триллиона. Канада. С Канадой вообще как можно равняться? В Австралии. Там нет никого. Там нет даже Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и прочее. То есть, в России оказалось больше миллиардеров, чем во Франции и в Италии. Ихереть. Роман Абрамович снова оказался в Стамбуле. Да, и говорят, что цель его визита – покупка особняка на Босфоре. Ну, понятно, что у Романа Абрамовича было 80 объектов недвижимости в Англии. Да, там какое-то безумное количество объектов на Лазурном берегу. Даже дворец Леопольда он купил. Да, я думаю, кто же купит такой дворец Леопольда? Думаю, ну, наверное, Абрамович. Так, помните, мы говорили, Абрамович и купил. И вот, интересно, да. Ну, мы сегодня обсуждали, ходили с Сергеем и с Борей по Круазет. Смотрели там на вывеске, как продают недвижимость, которой не было никогда. То есть, с куском пляжа на берегу моря. То есть, за какие-то немыслимые деньги. Как квартиры над красной дорожкой. Прямо непосредственно. Можете себе представить. То есть, в фестивальном, на крыше, пентхаусы. Ну, там, сколько они стоят? Я не знаю, 50 миллионов. Я не знаю, ну, немыслимых денег. Да, их продают. Долларов, естественно. Ну, евро. Их продают. Да, и вот ходили, смотрели. И я говорю, ну, у Абрамовича было 80 объектов недвижимости в Англии. Вот нахера даже, чтобы объехать и посмотреть эти объекты недвижимости, надо уже 80 дней. Ну, там, какие-то договоренности иметь какие-то там, ужинать с кем-то на это. Восемь дней жизни надо потратить только на объект недвижимости. И Боря совершенно справедливо сказал. Он говорит, так, ну, у других, они фанаты шоппинга, да, ходят там, шмотки покупают, которые никогда не носят. А этот покупает дома. Ну, он украл в России очень много денег. Поэтому сейчас вот на Босфоре может купить себе, позволить. Абрамович один из кошельков. Путин, наверное, до него недвижимость. Не, я думаю, Абрамович соскочил и Путина кинул и на деньги в том числе. Только Путин, наверное, пока про это еще не знает, что Рома и его с деньгами нахлобучил. Рома и его с деньгами нахлобучил.